забор 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 ну у кого забор ребята а у кого-то новый выпуск ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот мой instagram подписывайся если ты еще этого не делал я сегодня вас приглашаю в новый выпуск которым будет посвящен центру сочи а именно набережной я здесь никогда не гулял насенька тоже ну и соответственно детвора наши тоже тем самым выпуск будет и гораздо интереснее потому что ничего тут не знаю и для меня это как бы вот так вот хожу по странам вместе с вами будем глазеть давайте начинать погнали итак ребята то место которое показал вот тот забор здесь видимо территория кого-то пансионата есть вот такие пляжики с такими булыжниками необычная теневая зона а это по ходу душ ну здесь видимо пока ничего не готово сезону но возможно будет я точно не знаю говорю здесь вообще первый раз мост тоже закрыт но это возможно только пока сейчас я покажу что там за территория пансионата знаете как мы сделаем с вами если смотреть вот так вот прямо где вот эти высотки там начинается парк донрарий главный вход когда можно отправиться на прогулку а здесь вот смотрите какие-то не знаю то ли пансионата ли гостевые номера но у них есть такой большой бассейн сколько метров 150 наверное классный вид у тех кто здесь заселиться конечно смотрится здание ну сами поняли как но зато ценность классно что первых у вас есть бассейн во вторых прекрасный вид и третье у вас есть даже тут такая терраска можно так позалипать с видом на море ну и конечно спуститься морюшку пустые пляжи и покупаться но единственно что не сегодня конечно потому что море штормит погодка у нас чуть-чуть подпортилась но в ближайшее время конечно наладится значит смотрите мы с вами сейчас будем отправляться по набережной все будем смотреть все будем максимально изучать для кого-то это вообще родные места родные так сказать просторы смотрите какие шикарные деревья которые создают теневую зону и здесь ходишь запах такой вот от них казалось бы всего несколько штук но запах от них как в лесу мы пройдемся с вами до приморского района там же есть приморский парк поднимемся туда посмотрим зимний театр и и все самое что нам сразу бросил за глаза ребята это туалет и они бесплатные прикиньте бесплатный здесь такая площадь есть брусчаточка выложена тут вот виде звезды есть такой красивый фонтан уходит центральная улица курортный проспект этому чтобы поехать в сторону адлера я вообще всегда сколько тут езжу на машине вот тут проезжаю я всегда смотрю думаю блин как здесь классно такие лавочки стоят зона вроде такая ничего прикольная думаю надо сюда как-нибудь будет спуститься вот и собственно вот так спустился вам не заодно покажу а здесь вот на пляже есть что-то даже установлено ветер а это душевая в них такая красивая синие интересные переодевалки и вот наверное ребята даже искупнулись но морюшка сегодня сами видите из-за шторма волнуется волнорез сухой поэтому можно пройтись хочу вам с самого края волнореза показать не все дальше не пойдем там волна кстати уже заходит показать как выглядит береговая линия ветер так вот волнорез волнорез куда уходит набережная это ночной клуб платформы недавно открылся ближе туда подойдем покажу вам его знаменитый ресторан рис точнее это сетевая отель дельфин кто отдыхал здесь напишите как вам как здесь пляжи сезон может быть кто-то в том году здесь проводил свой отпуск но такие знаете маленькие миниатюрные я думаю что это даже муниципальные пляжи но то что на них есть бесплатный туалет это вообще просто круто здесь в общем можно как просто погулять такие вот посидеть на лавочках и полюбоваться морем ну и конечно же ребята проводить здесь закат sunset мы вообще обожаем конечно морские закаты всегда стараемся можно чаще на них ездить так вот еще один вход-выход на пляж а здесь такой пляж кстати интересный с черным песочком смотрите как на мандарине это в адлере 10 по кругу раку покрупнее получается начинается тут прям совсем-совсем мелкий можно уйти в город по вот этим проулочкам мы с вами будем естественно отправляться дальше по набережной нам интересно сегодня именно посмотреть набережную этого района вот так вот люди есть ребята чилят отдыхают любуются морем есть палатки есть какой-то не знаю отель это тоже либо какой-то пансионат у них даже есть бассейн но в нем плавает пока бумажки мусора много это видимо летняя такая зона с баром эти но пока еще ничего не открылось видите здесь и людей в принципе у них почти нету но в целом интересно то есть у них видите вот так вот столики стоят можно прямо вот возле моря и очень-очень узкий пляж а дальше пляж уже гораздо шире он называется пляж цирк вот кого интересует здесь такое заведение есть интересно у них полы как песок завезли туда песочек и вот он пляж переодевалка стоят бунгалы кстати вот еще такие же бунгалы как на бархатных сезонах них проветриваем это как решение то есть не прямая а двойная там можно понять качельки галечка и морюшка давайте спустимся на пляж я хочу вам показать по ценам ох его ничего себе смотрите значит шезлонг 500 рублей в день слушайте это до хрена прокат качели 150 в час прокат бунгалы 1000 рублей температура воды кстати 15 21 мая да каком ценник напишите в комментариях но это много много на самом деле причем здесь лежак без без теневого навеса просто берете лежаки где-то тут выставляете такие бунгалы вот кому интересно будет снять бунгалу там есть получается у них столик это не переодевал очки классная галька родная мелкая очень приятная вот и морюшка да волна так слушайте набила смотрите какая здесь мелкая галька ведь классная вот по такой ходить приятно не то что в америке в америке конечно ужас так смотрится набережная со стороны со стороны пляжа соответственно есть вот такие туда проходы на центральную проезжую улицу вот и здесь сделали деревянные ступеньки чтобы можно было подняться наверх на саму набережную по ними с вами будем подниматься 10 также сурф прокат дальше продолжение кстати пляжа цирк здесь по ценам все то же самое 500 50 и 1000 этот кусок ребята набережной еще интересен тем то что здесь такие есть деревья то есть такая зеленая зона если туда ближе к морскому порту у вас по эту руку будут эти палатки то здесь открывается вот такой вот вид подошли с вами платформе клуб платформу он недавно открылся я уже говорил ближайшие 21 22 а это старая должна вещь опиши получать что будет играть ресторан парус действитель такой пляж можете посмотреть душ или одевалки в принципе все есть дальше мы сами попадаем вот на такую территорию какой транзитный проход ресторана парус что здесь сразу интересно то что у них на территории если такая классная детская площадка вы можете посидеть покушать детвора побегает поиграет проход классный особенно в вечернее время если все подсвечивается видите гирляндики очень надеюсь что камера вам передаст эту атмосферу у них классная веранда с видом на море понятное дело панорамная здесь еще можно у них отведать всякие вот видите устрицы крапаны морские ежи видите и покормить рыбок и также сразу отсюда можно подняться вверх то есть проходов как уйти с набережных предостаточно единственное что где-то лестница оборудована под колясоке а где-то нет в общем много кафешек на любой вкус и цвет на любой кошелек на любую кухню какую вам только хочется это кстати начинается уже пляж солнечный вот по вот этим можно догадаться смотрите пляж солнечный но 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 проход сюда пока везде закрыт видите везде висят замки не знаю почему сюда пока не пускает них такой яркий смотрите теневой навес сделан а но потому что они еще строятся видите у них тут ведется стройка пока не открылись но думаю в ближайшее время обязательно откроется но пока можете просто погулять посидеть на лавочках с прекрасным видом на море вот так вот видите будет как тут будет вот эта часть они получается построили то еще нет но завезли вот уже лежаки вот они ведь в пленке все есть скоро все расставится будет очень красиво дальше ребята поднимаемся выдаем вот такую площадь здесь значит есть опять выход-вход кафе русалка пицца паста завтраки сразу есть клубничка делают бельгийские вафли меди 450 рублей 350 грамм дальше пошла такая туристическая прям часть набережной где просто кепки и значки кружки и портфельчики и сумочки есть вот такой вот пап ирландский и шикарное место с деревьями гляньте какой тут получается такой теневой навес что за дерево какой нибудь можжевельник кто знает в комментариях напишите я не совсем соображаю в деревнях я даже не могу мушмулу от инжира отличить мне как-то написали но ничего я не специалист в общем ребята здесь палатки 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 очень много таких вот разноцветных коней по всей набережной здесь открывается вид на что-то гостиница либо пансионат жемчужина и соответственно гранд-отель это вот смотрите голову повернул и увидел правильное название это гранд-отель вот он гранд-отель вот так он выглядит и у них есть вот такой вот собственный пляж блин ну я вот не знаю вот честно вот для четырех звезд мне кажется можно было бы хотя бы тут все покрасить перед сезоном и культуре чтобы было красиво у них он детская площадка получается есть на территории такой спуск на пляж что он пока закрыт не знаю когда его откроют и у них получается вот он проход на их территорию и вот заход на их пляж так классно свисает дерево прям ведь как классно запахаю здесь море плюс вот от этих сосновых деревьев прям классно через камеру к сожалению передать вам это не смогу но надеюсь в ближайшем будущем у нас делают такие микро айфоны и калонки которые будут передавать этот кайф и здесь уже все заканчивается значит у нас туристические палатки мороженое кукуруза 100 рублей в адреса мы кстати дешевых кукуруза вблизи мандарина по 70 как ориентир это черноморская 3 вход дионис или дионис правильно читается туда вот получается вход на пляж земляничная клубника это уже местная и еще и начинается уже набережная которая будет идти вести нас к морскому порту но туда мы ребята идти не будем здесь такие есть прекрасные ресторанчики видите интерьер особо не нужен да вагон очка и шикарный вид на море все что еще нужно ничего здесь набережной можно спуститься на пляж давайте я покажу вам как выглядит пляж стоят каяки огромное количество сапбордов так нет все на пляж мы не попадем здесь получается так вот видите проход закрыт ну да ладно покажу вам сейчас его сверху как-то везде вот так вот установлены почему-то заборы вот не знаю именно для кого этот пляж где-то спускаться а ну так он относится просто жемчужине вон вон там вот люди получать зашли и сюда вот проходят ребята ну а теперь мы уходим с набережной будем гулять с вами по приморскому парку посмотрим что там а как посмотрите виды открываются на море потому что он находится наверху нам нужно будет преодолеть огромное сейчас количество ступенек чтобы подняться здесь получается начинается территория отеля жемчужина вот туда вот сейчас будем с вами уходить еще много ступенек не на самом деле ребят здесь ступенек действительно много какого количества я не знаю но как из минусов это то что если вы решитесь оттуда например спускаться то коляски придется вам нести на себе мы сделали мы поднялись вот еще смотрите значит жемчужина отсюда вот по этой дороге мы обычно возвращаемся домой в адлер и вот он зимний театр ребята здесь из лайфхаков я могу вот что вам подсказать тут есть парковка ну точнее здесь есть она она маленькая но все во что вокруг парковки здесь превратили парковку машин здесь огромнейшее количество даже он автодом припаркованный так что переезжаете здесь в принципе всегда можно найти какой-нибудь кусочек куда воткнуться как вам сочинский зимний театр пишите в комментах этот парк интересен тем что здесь в летнюю погоду классный стоит запах от всех вот этих деревьев и плюс ко всему ребята что здесь нас он пойдем он там пройдемте что здесь ребята в принципе очень много тени лавочки стоят на этих лавочках можно посмотреть на море открываются классные виды здесь очень удобно будет вам погулять с коляской то однозначно потому что все аккуратненько уложено там брусчаточкой тут тут асфальтик вечером смотрите здесь все подсвечивается видите стоят этим прожектора указатель приморская улица 5 отходите машина отходите да ребята и как из нежданчиков я прям не ожидал здесь ездят машины ничего себе да оказывается мы шли по дороге а это вот получается улочки парка вот туда получается уходит дорога а можно пойти гулять поверху посмотрите какая тут аллейка вот так вот розы прям поверху идут прикольно отличная фотолокация внизу там есть я так понял что это парковка мы пошли и по верху вот летом на набережной просто капец там как шпроты в консервной банке а здесь вот нас сами можете заметить сколько деревьев здесь отличный отличная теневая зона и гулять здесь конечно летом будет очень комфортно но в принципе летом можно прогуляться как по низу например вот в ту сторону по низу обратно вернуться уже по верху вот они пошли ступеньки вниз здесь ребята в общем вот такая зона с лавочками а вот тут начинается спуск к морю их набережной здесь есть классный кафе называется под пальмам белка как по проводу бежит вот кафе классное посмотрите мы тут кушали хачапури вот в этом выпуске гляньте более подробно наверху посмотрите сколько стоит лавочек и сколько здесь людей отдыхает уже виден часть морского порта классные все так это все в тенечке слушайте очень очень интересное место кто будет сочи обязательно прогуляйтесь тут вам точно понравится много людей родителей с колясками здесь комфортно гулять с колясками поэтому не переживайте подъемы в принципе все нормально единственное что спуск набережной да он конечно проблематично что придется коляску тащить на себе вот отельчик такой смотрите классный вид конечно восхитительный также здесь сразу после этого парка находится ребята вот этот отель отель как правильно считается пулман палман целых marine в общем мы как-то гуглили здесь в сочи отеле так ради интереса на майские праздники да сколько 10 дней до стоит отдохнуть 10 или 7 дней там 7-10 дней в районе полумиллиона больше полумиллиона было до 600 тысяч вот всего понимаете но полляма вот вот такой отель вот его территория ребята вот он спуск к морю здесь очень много ступенек тоже нужно преодолеть чтобы спуститься к морю мы сейчас тоже это и сделаем и вы посмотрите но вдруг кто-то из наших зрителей захочет снять здесь себе номер и отдохнуть да вид конечно шикарнейший здесь все видно артем стой ряд вот открывается вот такие виды но в целом я я конечно не знаю я говорю маму ждите я конечно знаю учитывая что полмиллиона вот смотрите сколько ступенек нужно преодолеть и попасть вот на пляж вот это вот их по моему пляж можно против в общем как вам такой отель вот с таким проходом к морю мне написал один подписчик что люди которые отдыхают в таких отелях они приезжают не за морем они приезжают именно за отелем и за сервисом но по мне так не совсем у меня этот пазл складывается в голове складывается ли он вас в комментариях напишите в общем свое мнение вот мы и спустились сейчас я покажу вам как это выглядит с набережной а именно наверное вот с этой точки будет сделать это правильный нас по левую по правую руку набережная такая площадка здесь иногда проходки дискотеки и вот это все выглядит так вот ребята снизу красиво шикарные виды но в жару когда солнце всегда светит сюда спускаться по лесенкам не знаю что ребята вот такой вот выпуск у нас с вами получился подписывайтесь на канал ставьте лайки данный выпуск пишите свои комментарии возможно вопросы постараюсь на все ответить вот таким вот прекрасным видом на море я с вами прощаюсь увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике пока